Чем бы вы занялись в 8 утра в последний день отпуска перед вылетом в Киев? Я вот, например, еду в полицейский участок где-то в пригороде Мюнхена, потому что мой старший ребенок вчера в Вестбане забыл телефон. Пара-пара-пам! Не просто забыл телефон, забыл телефон, у которого закончились на счету деньги, и счет был заблокирован, на него даже нельзя было позвонить. Плюс выключена передача данных. После того, как я счет пополнил, я мог на него позвонить, но не мог определить местоположение по Find My Phone. К счастью, додумался отправить... Ну, звонил несколько раз, никто трубку не брал, видимо, он валялся еще в поезде. Написал смс на английском и на немецком о том, что если вы нашли этот телефон, то, пожалуйста, перезвоните на этот номер. В итоге мне пришло сообщение от какого-то местного жителя, что он нашел мой телефон и оставил его в полицейском участке. Сейчас поеду спасать. Спасение рядового Моторова. Сказал, что это не окраина Мюнхена, а прямо вот такой пригород-пригород, какой-то маленький городок, через который тоже проходит эта электричка-пригорода. Игород НС-Банк. Вот он, в полицейский участок. Пока неудача. В полиции говорят, что, наверное, ночная смена несла его в Lost and Found в Сити-Холле. Поедем сейчас туда, проверим. В общем, рядовой Моторола спасен. А значит, не все так плохо с телефонами в этой поездке. Отделались одним разбитым стеклом на Пикселе. А, к счастью, Моторола найдена и не придется ребенку покупать новый телефон. Ей, конечно, было обещано, что она будет ходить с Nokia 3310, пока не заработает себе на новый телефон. Но мы же все понимаем, что рано или поздно мне бы пришлось купить новый. И на том спасибо. Да, забыл еще рассказать о детском кресле. Ведь понятно, что, во-первых, в такой поездке я не посажу ребенка без кресла в машину. И вообще стараюсь никогда не возить детей без кресел. Ну, крайне редко случается, что я могу там перевезти ребенка по району без кресла. И то это очень-очень-очень редко. И, с другой стороны, в Европе запрещено, ну, как и у нас, конечно, но здесь к этому относятся гораздо серьезнее. И возить ребенка без кресла нельзя. Поэтому нужно было каким-то образом решить этот вопрос с креслом. Прокатная компания предлагала кресло нужного размера за то ли 11, то ли 14 евро в сутки. И, что при 8 сутках аренды получалось почти 100 евро. Вот, поэтому я решил везти кресло с собой. И изучал варианты. Еще тариф у меня был low cost, поэтому багаж приходилось отплачивать отдельно. Один чемодан я оплатил. И оплатил также еще одно место для перевозки кресла. Вот прямо в таком виде, если его везти, то оно получается не габаритом. Переходит за 158 сантиметров общего габарита. Но, к счастью, его можно сложить, замотать в пленку. И тарифицируется, как обычный чемодан. И такая перевозка мне обошлась в 1750 гривен. То есть, то ли около 55 евро плюс-минус. И это только потому, что у меня low cost тариф. Если бы тариф был не low cost, то чемодан бы провозился бесплатно. Соответственно, кресло бы я тоже повез бесплатно. Но все равно выгоднее, чем брать в аренду кресло в прокатной компании. Продолжение следует... Ну вот и закончился наш фантастический евротрип, который получился офигенным. Он превзошел все мои ожидания. Я рассчитывал, что будет хорошо. Но по факту получилось просто восхитительно. Офигеннейшая поездка. Все удалось, что хотели. Все увидели, что хотели. Погода нигде не подвела. На Стельвио заехал. Неожиданно заехали в Леголенд, который тоже был очень крутым. Бомбический. И даже тот факт, что я расфигачил стекло на Пикселе, не способен испортить поездку. Тем более, что нашел ребенка телефон. Это было супер. Ссылки на все места, где я останавливался, оставлю в описании. Маршрут... Ну, маршрут уже либо вставлен в видео, либо я его просто тоже опубликую ссылкой на Google Maps. Но ссылкой на Google Maps в любом случае опубликую. Круто! Очень круто! Теперь хочу поехать куда-нибудь вдвоем с женой, без детей на этот раз. А также появилось большое желание попробовать... Это пока звучит как фантастика, но когда-то эта поездка звучала как фантастика. Уехать, может быть, на месяц куда-нибудь в Европу, пожить и поработать удаленно. Было бы очень круто. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok